Музыка Спортивный бальный танец включает в себя две программы. Это европейская программа и латиноамериканская программа. В европейскую программу входит пять танцев. Медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и быстрый фокстрот. И в латиноамериканскую программу входит также пять танцев. Это самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. Единственное, все дальше зависит от возрастной категории. То есть, если мы говорим о маленьких детях, дети один, даже открытый класс, то есть, даже самые такие продвинутые танцоры, они могут танцевать максимум шесть танцев. Три из европейской, три из латиноамериканской. У нас, конечно, ребята танцуют полноценную европейскую, полноценную латиноамериканскую программу. Без этого они не могут выйти на соревнования. Анита Нураева занимается спортивными бальными танцами с восьми лет. Обучалась хореографии в Центре искусств для одаренных детей Севера. С красным дипломом закончила Московский государственный университет культуры и искусств. На сегодняшний день является руководителем танцевального спортивного клуба «Модэнс». Ее воспитанники – неоднократные победители и призеры окружных и всероссийских соревнований. Вообще моя профессиональная карьера в плане танцевального спорта началась в раннем детстве. В возрасте восьми лет меня родители привели в кружок спортивного бального танца. Девочка была далеко не худенькой, очень даже крупненькой. Танцевать напрочь не хотела. Пришла, прозанималась все занятия, не могла не стараться. То есть старалась, пыхтела, прыгала, джайв, все, что говорили, исполняла, вышла из зала. Рыдала около столба, полчаса не шла домой, прям плакала, говорила, я больше никогда в жизни не пойду, что это очень тяжело. Ну, мама сказала, пойдешь. Месяц мы боролись. Прошел буквально месяц, первый открытый урок. Маме говорят, знаете, у вас очень талантливая девочка, несмотря на то, что данных никаких особых нет, но она так хочет, ей так нравится. Она вот прям первая, в первой линии, посередине делает все. Ну, как-то вот так все и началось потихонечку. Это был ансамбль спортивного бального танца под руководством Ольги Стрижак. Очень классный человек, замечательный тренер, преподаватель. Сейчас-то судья первой категории. Воспитала очень много талантливых пар. Рада, что я именно к ней попала, именно у нее начала свою танцевальную карьеру. С детства была очень таким целеустремленным, очень серьезным ребенком росла. В принципе, мало, ну, может быть, мало улыбалась, мало была ребенком. И мне всегда казалось, что это настолько серьезное занятие, что это, ну, это самое главное в жизни для меня. Это было, вот, наверное, буквально с первых лет занятий. Возможно, это сформировало отношение тренер, которая говорила, что танец это круто, что танец это здорово, что ты либо здесь, либо, ну, либо дома телевизор смотришь. То есть, поэтому отношение было серьезное всегда. И когда я приехала в Ханты-Мансиск в возрасте 13-14 лет и поступила в Центр искусств для одаренных детей Севера, я тогда уже приехала с таким отношением, что это, ну, что это очень серьезно, что впечатлило новых моих преподавателей, да, и позволило мне поступить, не имея классической, там, подготовки и народно-сценического танца, потому что, ну, для меня это всегда было важно. Конечно, здорово, если ребенок пришел, и он такой. Он очень открытый, он очень эмоциональный, он очень, там, чувствует музыку и может передать любой, там, характер, импровизировать и так далее. Это классно, это ценится. Но я такой никогда не была. Ну, вот это, наверное, момент, касающийся эмоциональности, актерского мастерства. Вот это вот мне пришлось над этим очень много работать, потому что просто улыбаться – это одно, а передать характер и состояние – это совершенно другое, потому что есть танец про любовь, есть танец про страсть, есть танец, там, я не знаю, знакомства, английский вальс. То есть, это действительно разные состояния. Если ты танцуешь просто улыбаясь, это… ну, это не получится, не получится ничего. Вообще для меня, наверное, спортивный бальный танец очень долгое время был искусством. Очень долгое время, пока я не начала тренировать детей сама. Сейчас это в большей степени спорт. Сейчас танцует мой сын, и я все больше понимаю, что без физики, без УФП не будет результатов, а их как тренера очень хочется. Хотя, вот чисто по-человечески, мне бы хотелось, чтобы спортивный бальный танец, ну, хотя бы процентов на 50 был искусством, потому что это эстетика, потому что это взаимоотношения мальчиков и девочек, потому что это просто красиво, музыкально, ну и так далее. Тренером хотела стать класса с восьмого, наверное, заканчивая девятый класс на все пятерки. Родители были уверены, что это будет экономическое образование или что-то прочее. Я сказала, нет, я поеду в Ханты-Мансиск. Ну, просто так сложилось, что это был Ханты-Мансиск, что я буду танцевать. Все были против, категорично против. Даже мой тренер говорила, что, ну, как бы в этом нет смысла, этого не нужно делать, нет. Сказала, буду танцевать, но всегда понимала, что я танцевать хочу не в плане танцевания самой. Я всегда хотела тренировать. То есть я хотела команду, я хотела быть тренером, я хотела талантливых детей. На самом деле было несложно, действительно было несложно сформировать. Во-первых, тренерский опыт я получила еще в Заурале, когда мой тренер увидела во мне будущего педагога. Она мне в восьмом классе дала группу детей. И тогда я попробовала себя в качестве тренера. Поэтому, закончив колледж, набирая первый свой состав, первых своих маленьких деток, 4-5 лет, мне с ними не было сложно. Я их очень любила, прям очень сильно любила. И они очень любили меня. Их было немного, их было буквально человек 8. С ними было несложно, с ними было весело и интересно. Первые дети, которые ко мне пришли, это были мальчики. И мы к ним подбирали девочек. Вот, было так. Сейчас, на самом деле, да, есть девчонки, у которых нет партнеров. Это всегда было. Пока они совсем малыши, они дружат. Начинают расти в возрасте 11-12 лет, понимая, что кто-то лидирует, кто-то немножко отстает технически, начиная друг на друга давить. Бывают решить не всегда просто. Бывает такое, что мы пары меняем между собой, чтобы как-то этот конфликт немножечко уйти. Ну, ребятишки растут. И, в принципе, к 8-9 классу они уже сами начинают дружить друг с другом, понимая, для чего они пришли, что они хотят от этого спорта. Я беру всех детей, которые ко мне приходят. Если у ребенка есть желание танцевать, и он не стоит, не плачет в дырях и не говорит, что я не пойду, я уверена, что я найду с ним общий язык, и он будет танцевать на определенном уровне. Возможно, это будет не чемпионат России, но танцевать он будет, на городских соревнованиях, на окружных будет. Да, долгое время я цеплялась именно за талантливых детей. Мне нравился, например, мальчик Ванечка. Мне казалось, он безумно талантливым. Я его брала и старалась из него там слепить максимально много. Но с опытом, наверное, приходит такой момент, что трудолюбие – это 50% успеха пары однозначно. Потому что есть момент того, что сдуваются талантливые дети. Они успешные, у них все получается. Они первые 1, 2, 3, 15 раз. Ну, может быть, им начинает это надоедать. А тот ребенок, который, казалось бы, не талантлив, но усерден и трудолюбив, он повторяет, пыхтит, старается. У него есть цель, к которой он стремится. И, ну да, клубу сейчас 8 лет. И вот за 8 лет вот этого вот опыта уже действительно приходишь к тому, что трудолюбивые догоняют талантливых, скажем вот так. Набираю первый год обучения деток с 4 лет. Приходят, просятся детки, которым 3 годика. И на самом деле у них тоже получается, потому что первый год обучения занимаются в основном ритмикой. Очень много игровых танцев танцуют, но и в соревнованиях принимают участие. То есть они тоже танцуют в массовом спорте. Ча-ча-ча, вальс, они тоже как бы уже к спортивным танцам приобщаются. В танцевально-спортивном клубе MoDance на данный момент занимается 5 возрастных групп. Это дети первого года обучения, это детки, которые занимаются второй, третий год обучения. Они соревнуются в основном пока еще в массовом спорте. И две группы, которые занимаются, соревнуются, так скажем, в спорте высших достижений. Это ребята категория дети 1, дети 2, ну если говорить о соревнованиях, возрастная группа. Ну и юниоры 1, юниоры 2 и даже есть уже два молодежных дуэта у нас. Успешные пары, что меня очень радует, есть в каждой возрастной группе. Один из самых взрослых наших успешных дуэтов это Златов Алексей и Чернова Ольга. У них 10 очков на Б-класс набрано на данный момент. Они также посещают московские соревнования, танцевали на матрешке Open в ноябре месяце. Достаточно успешно попадают в очковую зону, что означает, ну то есть половину пар они обходят на международных соревнованиях. Кубок Югры это очень крупное соревнование в нашем округе. Это, наверное, одно из самых значимых мероприятий, которое проходит в округе. Я очень рада, что оно проходит именно у нас, именно в Ханты-Мансийске. Это позволяет всем танцевальным дуэтам на более высоком, на более низком уровне проявить себя. Не все выезжают в округ на самом деле, а здесь есть возможность потанцевать. Потанцевать для друзей, для родителей, показать себя. Ну а, конечно, если говорить о спорте высших достижений, то есть возможность повысить класс, получить разряд. Пары с округа на Кубок Губернатора, на Кубок Югры приезжают. Они его очень любят, любят условия проведения, любят приглашенных судей, потому что у нас их всегда очень много. Мы стараемся захватывать широкую географию. Это Владивосток, Москва, Томск, Омск, Новосибирск, Курган. То есть это очень ценится, потому что это судьи без своих пар, которые могут дать высокую качественную оценку даже самым профессиональным танцевальным дуэтам. Поэтому города Югры к нам едут. К нам едут, едет Стрижево, едет Ямало-Ненецкий автономный округ. И у нас, я считаю, что любят танцевать. Любят танцевать, любят танцевать за счет качественной оценки, любят танцевать за счет хороших проведений, условий проведения. Вообще танцевальный спорт для меня – это огромная часть жизни. Наверное, если так всю жизнь представить большим шаром, то половина шара – это семья, а половина шара – это танцевальный спорт. Причем надо сделать акцент, что семья тоже полностью погружена в танцевальный спорт. У меня и муж очень активно участвует в проведении турниров, там взаимосвязь с музыкой, с оркестром, все что угодно. То есть пошив костюмов, любые мастер-классы по прическам. Он вывозит сына на крупнейшее соревнование, потому что я там в силу семейных обстоятельств сижу с маленьким ребенком вторым. То есть он прям погружен в наш танцевальный спорт. Ну и, конечно, мой старший сын, он профессионально танцует, у него первый юношеский разряд. То есть получается, что этот шар, который я поделила 50 на 50, наверное, в больший процент склонится к танцевальному спорту. Редактор субтитров А.Семкин